МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Петров, главный тренер сборной Крыма и Севастополя по футболу, легендарный форвард Крымской Таврии. Валерий Павлович, у вас, скажите, лучший друг есть такой, что прям в доску? Да. Прямо с которым мы в огонь в воду, да? Просто я пытаюсь понять логику футболистов. У вас так принято годовщины дружбы отмечать, как Мамая с Кокориным отметили? Нет. Немножко мы другое поколение, наверное, чем сегодняшнее поколение. У нас была дружба коллективная. Вот. Не было такого, чтобы там были симпатии, антипатии какие-то. Ну, практически мы были, я имею в виду, Таврию, да. Были одна команда, одна дружная семья. И, честно говоря, закладывали за воротник «Будь здоров», между нами, говоря. Вы посиделки, да? Тут не между нами, тут всему Крыму и не только. Нет. Мы, честно говоря, не выставляли это на показ. Мы собирались в тесном кругу, в семейном, где-то, в одной семье, в второй семье. Вот. И праздновали это дело какие-то дни рождения или события до поздней ночи. Но мы это не выносили ни на улицу, ни в... Тогда и баров не было, да, ни в ресторанах. Как-то по-скромному. Может, поэтому. Андрей, ну, вот у нас сейчас баров много. Я знаю, у вас тоже много друзей. Бывали такие случаи, когда я их перебрал и потом за голову берешься? Ну, знаете, в основном времени-то не хватает по барам ходить. Тренировки, да? Конечно. Ну, у футболистов время есть. Конечно, бывало. Я думаю, намного реже, чем у футболистов. Вот. Все собираются, все общаются и все равно пытаются вести себя где-то сдержанно, где-то скромно. На тебя обращают внимание. Какую-то ответственность ты уже чувствуешь, если ты спортсмен, у тебя какие-то завоевания, годы на это ты потратил, чтобы не упасть лицом в грязь. Ну, как по мне, спортсмен, в принципе, он должен быть предельно сдержанным, даже больше, чем остальные люди. Друзья, вот те, кто еще не в курсе, если, в принципе, такие остались, я хочу рассказать о Мамаеве и Кокорине. Это такие футболисты, но прославились они незабитыми голами. Вот сначала потасовка на парковке, потом драка в кафе была, потом, а, до этого еще дебош в поезде. В общем, неудачный день у ребят. Здесь на видео все видно, это они гонятся за водителем ведущей первого канала, да, видно, как они просто избивают человека толпой. Здесь уже потасовка в драке, где они на человека набросили со стулом, ударили его. Это оказался чиновник Минпромторга. До этого еще в поезде был дебош, там тоже у нас большое количество всевозможных фото и видео есть. В общем, ребята, по сути, сами себе нашли приключения. Да, Валерий Павлович, вам не кажется, что наши футболисты, в частности, эти двое, не настолько хорошо играют, чтобы вести себя так? Есть такой момент, наши футболисты, а не наши футболисты. Эти наши или нет? Вот, наверное, это не наши футболисты, потому что спорт это ответственность, во-первых, да, личная ответственность перед собой, потому что несколько тысяч зрителей смотрят за твоей работой. Это на стадионе, да, и миллионы смотрят по телевидению. Вот ты узнаваем, тебя знают, на тебя равняются дети, наверное, хотят быть там Кокориным, Амаевым, там, Акинфеевым, я имею в виду, написать там на футболке себе, да. Они лидеры в общественном сознании нашей молодежи, детей, да. Но вот такая вот переворот такой на 180 градусов, во-первых, безнаказанность этих людей, наверное, она идет... Это неизвестно, потому что, я думаю, не будут. Нет, до этого случая безнаказанность была, вот, вопиющий случай был тогда, когда, вот Андрей тоже спортсмен, да, когда лично проиграешь или командно проиграешь, сидишь дома, наверное, закрылся, там, телефон отключил и переживаешь за это. Но не в Монте-Карло не выставляешь на показ какой-то крутой парень, там, все остальное. Это называется не бравада, это плохое слово, оно нецензурное, я не хочу его выражать, вот, и со мной многие согласятся. Вот, на удивление, нашлись люди, которые оправдывают поступки футболистов, но в большинстве своем стоит отметить, все-таки общественность осудила эти действия. Вот, пример у нас, я попрошу режиссера вывести на плазму комментарии, да, вот, в принципе, они люто упарывались, орали в переговорке, как зверье и быдло, совсем поехали в футболистике от ощущения того, что им все с рук сойдет. Вот, это, наверное, вот сейчас мы говорим, в принципе, о понимании того, что человек более или менее известный, особенно в спортивных кругах, да, тем более футболисты, игру, которую смотрят миллионы, могут позволить себе с перебором много. Андрей, вы вот футбол любите, можете назвать себя фанатом? Ну, фанатом, наверное, футбола назвать себя не могу, но чемпионат мира просмотрел от и до, был очень интересный, и матчи непредсказуемые, но ребята, конечно, расслабились. Ну, вот, если бы у вас был сын, да, и вот он был бы футболистом знаменитым, совершил бы такой поступок, вы бы ему что сказали? Ну, вы знаете, наверное, тут все все-таки одного мнения, но это безумные поступки, если вы в такой хорошей форме находитесь, что гоняетесь за людьми, то играйте и забивайте. Ну, сыну бы что сказали? Ну, я надеюсь... Сказали, дорогой больше так не делали или взяли бы ремень? Просто надеюсь, что такой ситуации у меня бы не было, наверное, все-таки надо воспитание как-то, и родители, и тренера должны были перед этим работать. Если ребят так расслабили, расслабили деньги, они просто проявили свои самые плохие качества, которые есть. Это действительно правильно сказали, как это безнаказанность и всевластие, то есть надо дать им по жопе хорошо. А вот отец Мамаева, он проявил всепоглощающую, наверное, отцовскую любовь. Вот выражение, по сути, не стеснялся. Просто аудио мы дать не можем, в силу того, что телевидение нас смотрит, да, многие люди. Друзья, я попрошу вывести на плазму, да, вот звездочки и замыленные участки этого текста — это нецензурные выражения. Вот, пускай они не, я с Хашидом, это три гендиректора, да, разговаривал, вы что устроили, устроили, опять устроили, кого это, в рот что-то там, я не знаю, что он имел в виду, как вам не стыдно? В общем, он говорит о том, что, по сути, сынок-то его не виноват, а вот общественность устроила какой-то непонятный самостоятельный говарю. Он переживает за свою семью, потому что сынок-то деньги в семью несет, и все бы на его месте тут тряслись, потому что могут. Ну, я думаю, он уже и заработал так, что в бедности не умрут, а на самом деле, ну, видно, что это безумие, поругать надо было, выступить перед всеми и извиниться, сказать, ребят, ну, действительно, он поступил неправильно. Это, дорогие мои, занимайтесь футболом, занимайтесь спортом, и не надо просто брать примеры с этих двух опытов. То есть здесь деньги, да, давайте сравним, друзья, вот, труд, например, токаря и футболиста, да, есть разница, я имею в виду, вот, трудозатраты, да, что тяжелее? Есть у токаря контракт, Валерий Павлович? Да нет у них контрактов, ни у токаря, ни у них трудовые договора есть. А у футболистов есть, это святой документ. Это документ, который защищает его. Там очень сложно посадить на какую-то зарплату, просто в контракте у нормальных юристов, у нормальных руководителей есть пункты, которые могут быть превосхищать вот эти события, да, и футболист расписывается в этом. Потому что очень сложно с юридической точки зрения, даже судебной, как-то судить этот поступок, когда у тебя его в контракте нет. Это можно только языком почесать. Это безнаказанность. Это безнаказанность, да, и вот в Зените, или вернее в Краснодаре, там мы нашли какой-то пункт, которому там за допинг есть, там за дисфалификацию хорошую, и еще какое-то там поведение. Так ему придется 30 миллионов евро выплатить, правильно? Это можно мылить, я не знаю, сколько в контракте, иначе, если придется выплатить, то тогда у парня, наверное, зачешется там в другом месте, если это есть. А если этого нет, ну, наверное, так все и покатится. Но дело в том, что в футбол это же не вечно играть, и денег сколько бы ты ни собрал, там, они же имеют свойство заканчиваться. А само отношение людей к тебе, общества, потом ты, когда закончишь футбол, это самое сложное в жизни любого футболиста, когда ты не можешь себя пристроить. Даже если у тебя там пару-тройка миллионов долларов есть, да, надо как-то в жизни себя устроить, чтобы ты был кем-то. А почему тогда такие огромные гонорары, которые, по сути, развращают спортсменов? Они уже развратили спортсменов. Значит, об этом писал еще немецкий журналист, еще когда не было Евросоюза, когда футболист сборной Германии, выходя на поле, ничего не сыграв, только вышел на поле. У него в контракте было 6 тысяч марок. Валерий Ильич, ну вот вы когда тренером Таврии были, сколько получали? Да вам пол Крыма, по сути, завидовало, да, вот. Но и это даже копейки по сравнению с тем же Кокориным, тот получает 6 миллионов в неделю. Господа, у него кроссовки, одни кроссовки стоят больше, чем получает вот половина населения страны. Это же смешно, Валерий Павлович, может, я чего-то не понимаю, но так действительно должно быть, вот. Знаете, был такой советский как-то термин, да, от каждого по способностям, каждому по труду, да. Вот он, наверное, сейчас немножко нивелирован в том, значит, способности футболиста, они завышены. Ни один наш, кто наши футболисты играет за рубежом? Черышев? Честно, я в футбол вот не смотрю. Черышев, который отец его там играл, и он пошел там, они не хотят там играть, потому что там пахать надо. Там другой менталитет. Они зарабатывают в два раза больше, чем там зарабатывают. Там люди получают за труд свои деньги, а не за просто контракт. Вот контракт получил, бывает у футболиста, подписываешь с ним контракт, на следующий день он просто тупо стоит. Потому что, особенно те, которые приехали зарабатывать сюда деньги. Господа, я хочу сказать, что вот, по сути, эта выходка этих спортсменов, да, этих футболистов, она просто в какой-то степени обогнала другой спортивный скандал. Я сейчас говорю о том, что произошло после боя Макгрегора и Хабиба. Два знаменитых бойца, казалось бы, да, вот показывают технику, да, у каждого есть ряд побед, каждый чем-то знаменит. Но по факту получилось в конце потасовка. Я не удивлюсь, не удивлюсь, если вот просмотры той шумихи после боя, вот мы можем видеть, как это происходило, набрало большее количество просмотров, чем сам бой. Чем сам бой. Да, вот сейчас вот на фоне того, что интерес к спорту повысился, да, мы больше молодежи привлекаем к спорту, в итоге вырастают физически сильные ребята, способные там, которых научили стоять в стойке, да, но не научили работать мозгами. Вот, по сути, избивай все, что движется. И нужны им такие спортсмены, Андрей? О ком именно вы говорите? Ну, в принципе, которых вот, ну вот вы, допустим, к вам пришел человек, там, начал заниматься, да, все здорово, там, у него данные прекрасные, но он ходит там, ведет себя неправильно, нецензурно выражается, бьет других всех, кого не помню. Ну, вы знаете, такого спортсмена, наверное, на начальном этапе уже рубят и тренера, рубят и его спарринг-партнеры, и товарищи по команде. Я не думаю, что здесь прямо уж напрямую такое идет. Ну, вот бывшего сантехника Макгрегора не зарубили, раз он себе такое позволяет? Ну, Макгрегор позволяет столько же, сколько надо для шоу, то есть это прямое зарабатывание денег. Это еще полбеды, у меня вот такая штука есть. Знаете, что это такое? Нет. Для чего она нужна? Грелка, ее надувать вы сейчас будете. Надувать ее нужно, да? Вот, у нас есть, опять же, Леш, покажи, пожалуйста, то видео, где Андрей общается вот с этой штукой. Да, вот смотрим, это грелка такого же цвета. Андрей просто отлично. Вот, но я хочу сказать, знаете, вот говорят, сила есть, можно и грелки лопать. Но, кстати, наш оператор Александр, Саш, тоже в подтяжках, я не знаю, чего он копирует меня, но в любом случае, он говорит, что грелка та бракованная была. Говорит, мол, в ней дырки какие-то были. Такую вот, Саш, ты смог бы такую лопнуть? Не стал бы, да? Хочешь, на, проверь, вот. Она подходит, нормальная, нет здесь дырок. Не лопнула ничего. Да вроде нормально. Нормально, да? Андрей, можете повторить? Вот Саша убедился, наконец убедился, что эта грелка на самом деле, она не бракованная. А как вы думаете, вот если бы вы сказали Хабибу, как его там, Неминаев, как его, Мамаеву, Кокорину, сколько бы это стоило? Если бы они лопнули грелку, да господинец, легких бы не хватило. Ну вот я сейчас, ну вот я не хочу, просто. Там, считайте, что будет с дырочкой, вот и все. Браво, Андрей, ну увидите. Без гонорара не будет ничего. Если серьезно, насколько вот помогают грелки и подобного рода вот факты в, я имею в виду, пиар, да, какой-то шоу, элемент шоу, в спорте продвигать. Поединок покажут мой, который мы ждали сейчас, где там кричил, кусаю, бью-бью-бью. Это я видел, я сегодня, я выбрал самая яркая девушка с бананами, поэтому. Понятно. Да, вы даже дротики в портрет противника швыряли. Вот насколько, как Макгрегор, по сути, да, он нападал на Хабиба. Мы поговорим, значит, за эфиром. Вы выбрали не то видео, которое надо было выбрать для этого, да. Андрей, ну мы можем прямо здесь шоу устроить, но я, правда, не в вашей весовой категории, бог с ним. Ну вот мы, в принципе, показали то, что все будут думать, что же за эфиром там случится. Вот, поэтому это просто игра, игра хорошо поставлена, это имидж, это деньги. Но мы увидели с вами настоящий поединок. Хабиб там ждал эти там 2-3 месяца, он сцепил. Вы представляете, как тяжело ему с его менталитетом было вот это вот терпеть его шоу. Андрей, ну я так понимаю, что это камень в огород футболистов, потому что мы там хотя бы увидели нормальный бой. А здесь мы нормального футбола не видели. Почему? Это 2 разных ситуации. Там спортсмены, там интересно было смотреть, да, где-то эмоции зашкалили, там не надо было выпрыгивать, потому что поединок, скорее всего, должен заканчиваться в момент финального смысла. Ну вот объективно, когда есть... Это 2 человека на данную секунду, это 2. Даже я не могу их назвать футбольными, я говорю, шпана какая-то, безрассудная просто. С такими деньгами вы добро делаете, вы детским домам помогаете, я не знаю, там, квартиры покупаете, там, многодетным семьям. Фигней такой занимаются. Валерий Павлович, ну а если это мы вот во всероссийских, наверное, мировых масштабах сейчас говорим о такого рода хулиганах в спорте, а если говорить, вспоминая, вот, допустим, крымский футбол, у нас такие случаи, прецеденты были? Я не помню на памяти, что были такие прецеденты. Но наши футболисты тоже балованы? Нет. Вы имеете в виду профессиональный спорт или то, что... Ну, конечно, профессиональный, не дворовую там шпану. В какой-то степени балованы теми, конечно, средствами, которые им дают. Не в таком количестве, как получали, значит, получая там Кокорин, Мамаев или кто-то. Мое дело это считать деньги чужие, да? Значит, это их деньги, они зарабатывают их. Есть, конечно, видно по футболисту, какой он приходит до того, как он стал, ну, типа, звездой, да? И есть, как он себя ведет. Деньги, которые он начинает получать, они меняют людей. И меняют не в лучшую сторону. Вот, Андрей, я совершенно прав. Вместо того, чтобы зачинить какие-то драки там, где-то ты... Как тот же Рональда, да? Он помогает детям. Ну, вот, Мамаев, он тоже говорит, что помогает детям. Да вот весь интернет пестрит о том, что они благотворители и кучу денег на детские дома перечислили. А я хотел бы услышать интервью директора детского дома или самих детей, или его там с этими детьми. Я хочу это увидеть. А как же говорят, что благотворительность, она вот... Нужно делать это, не ожидая ответа, и ни в коем случае не объявляя детей, что ты что-то сделаешь. Вы знаете, что это только говорят, да? Только говорят, но я понимаю, что если ты делаешь добро, не надо кричать об этом на каждом перекрестке, да? Но если ты делаешь добро, то оно все равно выйдет, да? Сказать, вот этот человек, который помогал там больницам, онкологии там, или еще что-нибудь. Ну, с другой стороны, если ты посадил дерево, не надо полить 3-4 других. Да, что-то вырывать с корнем там, и все остальное. Ты как-то выбери, значит, одну нишу свою, и на этом просто для себя, наверное, это дело. Потому что для себя дело, а не для услышания, да? А вот такие вещи, которые... Валерий Павлович, я прошу прощения, Андрей, вы говорили касательно того, что вот Хабиб МакГрегор, да? По сути, когда стоишь в ринге, ты хорошо отбоксировал, да? Особенно, если это достойный соперник, безусловно, ты испытываешь к нему уважение. Уважение как минимум за то, что он тебя чему-то научил, ты показал себя. Вот в этом случае, да, у них после этого произошла свою роду вот эта шумиха и непонятная вообще ситуация. Но я сегодня пересматривал конференцию. МакГрегор, конечно, это абсолютно недостойное поведение, да? Не должен себя спортсмен так вести, тем более переходить на личности, отца, страну, религию. Но... Ну, другое, у них там немножко это больше принято. То есть он даже не думал и не ставил для себя грань. Ну, он там и свой грузик рекламировал. Мне на самом деле больше не нравилось то, что действительно он везде с бутылкой лазил. Если ты уже... Пропагандируй спор, да? Алкоголь. Алкоголь не надо. На него действительно смотрит молодое поколение. И пусть он, он сам, я уверен, там практически-то и не пьет. Но он показывает примеры. Ребята думают, вискаря бахнул, пошел на тренировку, все это нормально. Нет, ребята, как говорил мой... Ну, по сути, свой семейство рекламирует, да. Военрук 200 грамм водки убивает месяц тренировок. Это так и есть. И на самом деле нельзя алкоголь совмещать со спортивным... Хорошо, ну вот тогда вот подскажите мне, почему Хабиб сидел и спокойно реагировал на эти выпады во время конференции. Просто ему все сказали, что это нормальная процедура поединка в Лас-Вегасе. Он наконец-то до этого дорос. Но, с другой стороны, после драки кулакам... Хабиб, это правильно, терпи. Да он просто это уже, я думаю, накапливался на камот стакан. Накал страсти, вошел в рак. В рак перелилось, у него все уже вскипело. А еще, там больше, я думаю, его команда вот эта... Им надо было вести себя аккуратнее, не перепрыгивать. Но, ребят, там великие разберутся. То есть, в этом плане. Действительно, в зале столько сидело болельщиков, да. Там мог возникнуть конфликт, там, вред здоровью. Ну, в сумме можно понять. Это большое спортивное шоу. Как минимум, нам было интересно смотреть. Как минимум, половина мира этот поединок видела. Но, действительно, отличный, удушающий, шикарный поединок. И МакГрегор, не все говорят, там, не в форме. В форме нормально вставал парень, сильные ноги. Просто Хабиб, действительно, он готовился. Это прямо интересно. Было смотреть интересно. Вот есть мнение, да, поговаривают, что это всего лишь пиар-ход такой, для того, чтобы заработать больше денег на реванш. Да нет, пиар-ход в том плане, я думаю, будет то, что Хабиба не отстранят. Вот увидите. Ну, дадут ему полгода запрета выступления в США, в Лас-Вегасе. Это атлетический комитет штата. Ну, как раз времена подготовка будет. Полгода, отлично, все. Не будут такое, как там говорят, это золотой орел, несущий в клюве в своем деньги. Вы что, поединка реванша будут через год ждать полмира и действительно посмотрят, чем это все закончится. Валерий Павлович, вот действительно, большую роль играет окружение, да, тем более, если вот одиночный боец, да, Андрей говорит, что, мол, это все-таки вокруг него, да, его, так скажем, команда, да, каким-то образом повлияла на его поведение. В футболе это тем более должно быть ярко выражено, учитывая, что там как минимум 11-12 человек в команде есть, да, плюс замена. Вот в этом случае, неужели, там, члены команды, да, не видят такое поведение, тренеры не реагируют. Вот если бы у вас, да, на тренерской работе подобный факт был, вы бы футболиста выгнали, каким бы он хорошим не был. Ну, минимум, он бы, наверное, в дубль пошел играть, учитывая там контрактные обязательства и все остальное. Это минимум. А там дальше уже, наверное... То есть санкции какие-то ввели бы... Ну, конечно, ну, это не лезет ни в какие ворота, ни в хоккейные, ни в футбольные, ни вообще, ни в выходные. Это должно быть решение какое-то, да? Не потому что, чтобы наказать там кого-то, чтобы другим неповадно было. Потому что мы это проходили уже давно-давно, и наша страна проходила, когда нас еще на свете не было. Не хочется к этому возвращаться. Но есть кому-то предел, есть закон. Ты из хорошего человека, перспективного футболиста, как Жириновский говорил, превратился в кого? Что в передаче написано у нас, да? Вопника. Ну, это стыдно должно быть, наверное. Это стыдно должно быть. И тренерам должно быть стыдно, что он в коллективе держит футболистам таким. Вот я сейчас немножко опережу события. Президент Урала сообщил, что он может взять и Кокорина, и Мамаева к себе, да? А футболисты хотят его брать или нет? Он узнал у футболиста, президент? Это какой-то тоже пиар-ход, наверное, своеобразный, да? Я возьму их. А что они там будут делать? Ты кого собрался перевоспитывать? Ну, вот учитывая, там, любовь общества к футболистам, где-то, может быть, какие-то связи, как думаете, им удастся избежать наказания или все-таки по всей строгости? Ну, это, наверное, будет принимать решение соответствующие органы. Я просто знаю такие вещи. Великих футболистов, которые в подметки не годятся, сегодняшние футболисты, это, допустим, Стрецов и Воронин, они пили ведрами водку. Но если не выходили, они обыгрывали сборную в Венгрии. Они обыгрывали сборную, обыгрывали, не говоря уже... Третий вопрос, пить, не пить. Хочешь, пей. Главное, веди себя достойно. Ну, значит, хочешь, пей, если ты не умеешь это делать, ладно, пей. А сейчас же другой, наверное, пошел. Тренер не научил. Да, если там 200 грамм водки мешает неделю. Ну, когда у Стрельцов, наверное, и водка была другая, она была больше, как спортивное питание. Не было палено. Сейчас такой нет, не пей. А не умирить же можно. Вот. А на самом деле, если четвертое место на чемпионате мира сборной России, это всероссийская радость, да, это радость футбола российского, то это беда. Андрей, на всю страну показали, как ведут себя футболисты. Да не только нас, это весь мир видел. Господа, вот Андрей, на ваш взгляд, где эта грань между реальным спортом, показать достижения, и вот необходимым процентом пиара и шоу? Ну, грань, это вот чуть-чуть на поединке Макгрегор и Хабиб, там, эта грань перешла. И причем перешел в словесной перепалке и в кидании этих стульев в автобус Макгрегор. Хабиб перепрыгнул вот этот прыжок. Прыгнул красиво, конечно. Ну, в принципе, это можно было не делать, потому что это спровоцировало, да, какие-то действия там толпы. Но это еще мы можем оставить. Это спорт. Это, конечно, спорт. Где-то зашкаливающиеся, где-то будут сделаны выводы. И, наверное, все это, ну, увидим мы более серьезные профессиональные поединки. А то, что вот сейчас футболисты сделают, это, в принципе, это могли сделать спортсмены любого вида спорта. Не надо тут прямо говорить, футбол там российский там от этого страдает. Мы видим золотую молодежь, позолоченную, развращенную, которая с огромным количеством денег и на улице сейчас творила все, что она хотела. Тронула этого бедного водителя там еще. Валерий Павлович, на ваш взгляд, это грань? Тот же вопрос вам уже. Она очень хрупкая грань. Я еще раз говорю, что есть такие вещи в жизни, да, это, скорее всего, в плане психологии, когда на тебя свалили сумасшедшие деньги, вот просто упали. Ты просто не знаешь, что делать. И тебе кажется, что вот так будет всегда. И теперь, ну что, я вообще тут, я не знаю, король жизни, кто такие тут ходят. Это немножко сдвиг по психологии идет. Поэтому вот на Западе там проще, да? Они к этому готовятся. Они хотят встать. И общество с ними идет вместе, да? А у нас назначают профессионалами. Вот ты, вчера был никто еще не профессионал, у тебя контракт. Ну, нужно сделать так, чтобы не назначали, а добивались. Я столкнулся с это с дублерами. Когда дубль мальчик учится в 11 классе, ему 17 лет, ему дают зарплату 250 долларов, он другой. Он на районе король. Его девочки водят подруги. У нее друзей куча появляется. Ну, у нас, видите, как показывает практика, другие короли жизни в спортивном мире. Господа, ну, в любом случае, шоу в мире спорта, оно выполняет роль приправы как таковой. Главное, не пересолить, не переперчить и не перекормить бананами, Андрей. А я благодарю вас за беседу. Господа, зрители, за внимание. Встретимся буквально через 15 минут снова в этой студии. Обсудим ситуацию в Армянске. Там очередной выброс или вброс. Постараемся это выяснить в прямом эфире. Смотрите вечер лайв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова